Короче, не в глаз, а в бровь. Салам алейкум, как говорится. У вас и практически нет. Ну, и что делать? Милен, прости, ну так бывает. За ней. Хотя брови, не, может, старый. Я сразу извиняюсь. Тогда сидите там. Давай вот она будем. Да нет, это парень для нее слишком прост. Слушайте музыку от Уктамакя, от Алишеракя, от Захидапы. Нет. В эфире телеканала ЗОР-ТВ проект «Секретные материалы». Почему секретные? Потому что никто из гостей не знает, что мы будем с ними делать и что будет в конце. Меня зовут Павел Ким, и мы начинаем. Друзья, всем здравствуйте. Вы смотрите новые, как вот это вот, новое кресло, выпуск «Секретных материалов». Меня зовут Павел Ким, у меня новые гости. Ну, как новые, они уже были, кроме Захида, все у нас были. Друзья, здравствуйте. 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 Как по настроению? Отлично. Тем более новая мебель. Да, мы очень рады. Очередная встреча, классная. Мне очень нравится. Это лучше, да, когда там темно было. Мы вторую лампочку прикрутили, и стало у нас сразу светло. Не буду долго тянуть, сразу первое задание, оно очень простое. Я буду называть гостей. Ваша задача не просто аплодировать. Уктам Акин, за двоих нужно будет аплодировать громко, потому что вы сегодня один. Да, я буду за троих аплодировать. Все, хорошо. Итак, у нас сегодня на этом диване человек, который был в шоке от нашей передачи, когда пришел нам в первый раз. Он сегодня один, он сказал, я все сделаю сам. Уктам Хакимов, аплодисменты ему. На этом диване, как будто с дачи, приехал солист группы «Караван» Алишер Пулатов. Аплодисменты ему. Прямо угадал, прям угадал. Вы с дачи? Да, с дачи. О, мы, кстати, потом соберемся и поедем к колесе Роке. И, наконец, его сокомандница. Какой это был сезон? Второй. Второй? Это сколько лет прошло? Семь? Уже два. Участница второго сезона передачи «Кавер Ап» на телеканале «Зор ТВ» Захида, певица. Аплодисменты ей. Вот она, красивая. Спасибо. Очень талантливая певица. Не будем долго тянуть, сразу к первой рубрике, да? Да. Сейчас ваша задача – смотреть на экран. Мы будем показывать брови наших популярных певиц, актрис отечественной эстрады. Ваша задача – по брови угадать, кого мы, собственно… Почему певиц, не певцов? Ну, смотрите, в прошлый раз мы делали только певцов. Ага. Я уже говорю, придумал нам Йорхан Ходжа Умаров. Наша рубрика называется «Хора Кош Бой Бой». Хора Кош Бой Бой. Поехали. Первая картинка. М-м-м. Сглаза. Этот, этот. Вот кто-то Макеа знает. Фамилия зовут. Махира, да? Махира Садова? Махира, Махира это. Не забывайте про кнопки, но это не Махира Садова. Давайте. Это певица или актриса? Это певица. В каких жанрах она поет? А какие жанры у нас есть? Рок. Рок. Ну, есть чисто макомы, есть жанры по узбекски. Мне кажется, эстраду, да. Я, если честно, не особо разбираюсь в... Есть хоразин, хоразин скинует. Что, можно нажать кнопку, да? Да, давайте. Ну, давайте, конечно, я очень сомневаюсь, но даже как-то, даже не то, что сомневаюсь, не очень сомневаюсь, а вообще сомневаюсь, конечно. Но, может быть, это какой-то старый фото Муниса Рызайной. Рызайной. Хотя брови... Не, может, старый, старый. Муниса Рызайной, это Макеа... Ваш вариант. Ну, ху. Все-таки Махира Садова. Все-таки, да, все-таки, я думаю, как бы, похоже очень хорошо. Хорошо. Махира Садова. Хорошо, давайте посмотрим правильный ответ. Я бы тоже, конечно, склонился к этому. А, Юлдус Турдиева, да? Все, понятно. Юлдус Турдиева. Иногда брови вводят в заблуждение, но... Да, да. Следующие будут, мне кажется, чуть-чуть полегче, вы поняли, в чем суть. Поехали, следующие брови. Я бы сказал, брови. Ну, там такие, знаете ли, брови. Салам алейкум, как говорится. Да. Да, по брови вообще не узнал. Нет? Захиды, вы как истинный ценитель бровей женских, вы должны угадать, вот, кому принадлежат. Ну, я истинный ценитель своих. А-а-а. Ну, ничего же. Октамаке очень внимательно всматривался. У нас, кстати, вот, октамаке какие брови. У меня, октамаке. Брежискин. 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 У вас их практически нет. Ну, и что делать? Ну, я даже... Это актриса? Это певица. Тоже певица? Да, певица. Думаю, думала, что это актриса. Кнопочку нажмите, пожалуйста. Тут кнопочка есть. Та-дам! И кто? Я думала, что это Гульчихра и Шанкулова, да? Гульчихра и Шанкулова. Это ваш ответ? Ну, да. Вы сказали, что певица. Да, это певица. Вариант тоже отпадает. Все отпало. А решите? Я без вариантов. Без вариантов? Я тоже без вариантов. Без вариантов, да? Они без вариантов. Давайте посмотрим правильный ответ. А-а-а. Милена Магусаева. Милена. Ну что же вы, господа? Милен, простите, но так бывает. Продолжаем. Следующие брови. Та-дам! Зиоды, да? Совершенно верно. Давайте посмотрим. Все-таки есть. Ура! Ура! Наконец-то! Наконец-то! Одни известные брови. Да, да. Зиодиные брови. Они более узнаваемы, чем остальные. Давайте продолжаем. Следующие. Та-дам! Юлдус Усманова. Ого! А-а-а-а! А-а-а-а! Юлдус Усманова. Может, на другую передачу придем? Где мужские брови? СМЕХ Продолжаем. Следующие брови. Актриса? Да, это актриса. Сейчас. И фамилию я точно не помню, но имя Шахзода, да? А это Шахзода? Ну кто? Шахзода очень много. Шахзода Матчанова, да? Да. Давайте посмотрим. Правильный ответ. Та-дам! Шахзода Матчанова. Слушайте, Октаваке, вы... Мы встаем и уходим. Подстригитесь. А можно нам на одно кресло сидеть под кресло? А я вам открою секрет. Вы в одной команде. А, вот так вот? Тогда сидите там. Это была Шахзода Матчанова. Мы продолжаем. Следующие брови женские. Смотрим. Не так все просто, да? Да. Я заметила, что волосы светлые. Блондинка. Это они такие. Светлые волосы. Шатенька, да? Нет, это, это, как я забыл. Антоджинские песни тоже поют. Да, вы что-то? Да. Я помню, как она поет. А вот как имя знать не помню. Вы напомните, а может быть они... Да. Я нас вспомнил. Вот так как-то. Как так? Ну, вы тоже ее знаете, кстати. Да, ну, что-то знакомое, но могу вспомнить. Примерно ее имя. И если вы угадали, мы зачтем вам, как правильный ответ. Севенчич, может, нет. Нет. Нет? Нет. Значит, нет вариантов. Нет вариантов. У вас? У меня нет. Тоже нет вариантов. Давайте посмотрим правильный ответ. Хилова. Нет. Вы же не ее напевали? Нет, не. Хилова Хамидова. Хилова Хамидова. Не ее напевал Макья. Поэтому пока что счет 3-0 в их пользу. Мы продолжаем. Следующие брови. Их много, да? Вообще. Еще две. А вот что-то. Та-дам! Лола. Давайте посмотрим правильный ответ. Ну, просто у нее самые натуральные брови. Мне кажется. А у всех остальных они какие-то искусственные? Ну, сейчас же технология развивается. Всякие растушевки, пателлаж. Бровейские технологии. Но, тем не менее, счет 4-0. Захида просто вытягивает вашу команду вперед. Счет 4-0 в пользу вот этой команде. У КТАМАКЕ надо будет им поаплодировать. Пазал джанка этой команде. Но лично, лично мы Захиди, потому что она ответила на все брови. Мы лично ей, УКТАМАКЕ держите командную и ваше личное Захиди мы дарим. Это можно как купон на мейкап бровей. Можно использовать в любом салоне. Вы дали бы его брови, я бы сразу понял, что это вот это он. Итак, господа, наша следующая рубрика, она новая, экспериментально называется «Подкидная невеста». Сейчас я буду показывать фотографии женихов. Ваша задача, как вам кажется, подобрать наиболее подходящую пару для, собственно, этого жениха. Это командная игра. В вашем случае это одиночная игра. Вы показываете, а потом мы будем смотреть правильный ответ. Там сейчас везде невесты, да? Да, причем одинаковые. А мне интересно, эти девушки знают, что мы их в фотографии используем? Ничего, я с ними потом разберусь. А, подождите, получается невест в два раза больше? Нет, нет, у вас одинаковые, вы можете показать друг другу, у вас одинаковые. Нет, одинаковые, а женихи одни, да? Женихи одни. Все. Итак, вот первый, вы все его знаете, скорее всего. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, да, да. Это Камил Джалилов, ведущий стендап-шоу. Как вам кажется, какая невеста ему подходит больше всего? Я тоже думал, что... Ну, как? А вот так, да? Я тоже подумал, почему так? Ну, конечно, я не видела и не знаю. Вы думаете вот так вот? Ну, да. Хорошо. Мы запомнили этот вариант. Следующий жених. Ну, я думаю, вот... Откуда вы знаете, может, не кореянка? Может, она? Все, может быть. Все зависит от вас и вашего эстетического вкуса. Ну, давайте. Вы думаете вот это? Я тоже не буду, как бы... Вы тоже думаете? Да, я тоже так... Нет. Мы запомнили. А вы что не дискуссируете? Ну, как бы, тут мир все... Вы все будет дискуссировать, если ты не согласен. Я просто первый раздавал, а она сама потом согласилась вот... Ну, дискуссируйте, дискуссируйте. А давай вот она будет. Итак, мы продолжаем нашу рубрику «Подкидная невеста». Продолжаем к следующей жизни. Так, третий вариант, да? Я думаю, вот это... Ну, вот это. Это девушка. Вы думаете, что вот это? Да, я думаю, что это как бы вот это. Я вот так вот сделаю. Сделать вот так вот. Остались узвечка и татарка, по-моему, да? И сянусь, я слава лейком. Я сразу извиняюсь, если я... Кого-то обидела и разрушила чью-то семью. Продолжаем следующий... Ну, вот как раз это вот сюда подходит. Да нет, это парень для нее слишком просто, по-моему. Ну, видно, что фотография, она такая элегантная. У татаров всегда так. Красивая. Но Али Шираке решил, что это так. Ук там океан? Ну, я его смотрю. Ну, как всегда в индийских фильмах. Ну, да. Парень простой, девушка богатая, элегантная, красивая. Ладно, не буду париться. Вот такой вот вариант. Тут неплохой. Тоже неплохой. И, наконец, последний жених. Вот, вот, как раз. Ну да, ладно, у меня осталась последняя карта. Это была рубрика «Подкидная невеста». Сейчас мы будем узнавать правильные ответы и насколько вот эти господа разбираются в составлении пар. Итак, да, наша первая пара была вот такая, Камила Джалилов. И абсолютно верно, Мария Джалилова. Это вот абсолютно верно. Спасибо, вот, Сахи, за молодость. Вот, вот, вот их. Вот их. Не усомнились даже, да видите, как. Следующие были вот эти вот молодые люди. У вас совпали правильно ответы? И у Ак-Там-Оке, и у вас. Меня мучают мудрые сомнения. Вот, вот, правильный ответ на... Все вопросы к нему. Только к нему. Следующая пара у нас была вот такая, правильно? Даже не пара, это треугольник, я бы сказал. Ваш ответ был вот этот. Ваш ответ был вот этот. Ну, вы поняли уже, что... Да, что я про это. Абсолютно верно угадали Захида и Альширакя. Бал, еще один к ним в команду отправляется. Ну, вот, видите, как великолепно. Захангиракя, нам удачи. Следующая пара у нас была вот эта. Это был ваш. Наш вариант. Вы не угадали. Это был ваш вариант. Кого? От жениха будем смотреть. Вот такая вот пара вообще должна была быть. Вон-то, куда вы. Ага, вот, это все. Ваши стереотипы. Все, стереотипы. И, наконец, вот такая пара была. Это был ваш вариант. Это был ваш вариант, правильно? Да. И вы угадали, совершенно верно. Вот они вот такие счастливые, любимые. Молодцы. Итак, рубрика «Подкидная невеста». Аплодисменты вот этой команде. Они еще выигрывают. Еще одну. Позуджанку держите. Ук-Тамаке, напрягитесь. Я смотрю. Напрягитесь. Потому что мы переходим к третьей рубрике. Поехали. Хорошо, что Ук-Тамаке сегодня у нас один. Мне нашлось место на вот этом диване. Смотрите, наша рубрика называется «Все будет хорошо». Сейчас вот будем показывать на ноутбуке вам видео. В какой-то момент это видео будет останавливаться. Ваша задача угадать, будет ли дальше все хорошо или все будет плохо. Там кто-то упадет, кто-то что-то разобьет. Ну, что-то будет нехорошее. Либо все будет нормально и у них все удастся. Готовы? Готовы. Итак, я буду принимать ответы сначала от этой команды и от этой команды. И потом будем смотреть, кто, собственно, угадал. Итак, рубрика «Все будет хорошо». Поехали. Будет ли все у вот этого молодого человека хорошо? Конечно. Я думаю, что да тоже. Вы думаете, что все будет хорошо? Конечно, все у него получится. Я тоже думаю, что все будет хорошо. А не думаем, что все будет хорошо? Давайте смотреть. Да, у него все хорошо, по одному балу. Продолжаем. Вот точно так же пытается перепрыгнуть некие препятствия, вот этот молодой человек. Как вы думаете, будет ли у него все хорошо? Я думаю, что нет. Я думаю, что в кусты он сейчас окунулся. Да, да, как будто он неправильно упадет. Ну, упадет, наверное, в кусты, когда что-то там задеет. Какую-то ветку сам сейчас, да. Давайте посмотрим. Это все хорошо, да? У него все было хорошо. Ну и слава богу. И слава богу. По одному баллу продолжаем следующее видео. Вот сейчас, мне кажется, она и упадет. Вы думаете, что она упадет? Что-то такое. Нет, ну, все будет хорошо. Не-не, понимаешь, я снять армон. Нет, кузбораку, Уиля. Вам нужно принять одно только решение. Ну, я думаю, что вот я положусь на женский инстинкт, так сказать. Все-таки девушка, давайте. Все будет хорошо, все будет хорошо, у Ктамаке. Ну, я думаю, что нет. Что нет? Давайте посмотрим. Один балл у Ктамаке. Продолжай. Мой балл, мой балл. Я извиняюсь. Все, ничего не происходит на самом деле. А, ничего нету, да? Ничего нету. Как вы думаете, останется ли все вот так вот? Ну, сейчас на машину что-то упадет. Или что-то? Ну, что-то должно быть плохо, что-то нехорошее. Ну, что-то произойдет, что-то прикольное. Или машина куда-то уедет, или на машину кто-то что-то упадет. Нет, когда кто-то на машину падает, это не все хорошо. Хорошо. Давайте посмотрим. Ну, вот дерево, да. Вот. Да. Счет у нас 3-2. Продолжаем. Ну, это он. Перелетите. Надеюсь, что все будет хорошо. Да. Здесь все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет. Все будет хорошо. Давайте посмотрим. А-а-а. Все не очень хорошо. Не показывайте больше, пожалуйста. Показывайте. Следующее видео. Здесь даже уже быть хорошо, я не знаю. С чего вы так решили? Ну, хочется все-таки, чтобы все было хорошо. Вы хотите, чтобы все было хорошо? Да я просто мечтаю. Ага. Я точно скажу, что с ним ничего не случится. Ничего не случится. Потому что там песок. Ага. Уктоваке? Я думал, что что-то будет. Что-то будет, да. Что-то будет. Давайте смотреть. Ничего не было. Счет 3-3. А чего он там живет? Он ест торт. Ма�� не получился, что-то, не знаю, или что-то. Красивый он не озвучил. Он здесь торт и наверно еще что-нибудь произойдет да? Произойдет что-нибудь? Ну, на плохое ничего не произойдет, мне кажется. Смотря что вы подразвиваете buyerологику. Ну, он noget. Может с головой а от торта наверно там… Ага. Или может что-то может быть. Да. Я тоже так думаю. Что-то такое. Что-то будет или нет? Ну, что-то будет. Что-то будет. Что-то интересное. А что-то интересное будет? Да, я тоже. Думаете, что что-то интересное будет. Там давай смотреть. торт упал счет 4 4 продолжаем удастся ли вот этого молодому человеку закинуть я думаю что нет вы думаете что не баскетбольный мяч закинуть у него получится но но я тоже думал что вы тоже думаете что упадет давайте смотреть что будет дальше ну задом упадет вы думаете что она упадет а мне кажется ничего не будет покружился и покружилась все все будет хорошо я думаю что что-то произойдет что-то произойдет давайте смотреть счет 65 у нас продолжаем следующий виден удастся ли долететь в целости и сохранности нет 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 ну не знаю мне кажется может удастся нет ну смотрите он неправильно этот попрыгал кто макияж я думаю что что-то будет что-то будет ну пускай что-то будет да что-то будет давайте посмотрим где же все было хорошо а у него все были широкия надо было настаивать ну да ну вот навернется или не навернется он ну вот так вот буду приведу нет там кстати не вода там очень жесткая поверхность я думаю приземлиться нормально нормально приземлиться нормально приземлиться да 76 еще если очень плохо видно там люди идут по снежной тропе будет ли все хорошо нет этого провалиться вы думаете провалиться а вы я тоже так думаю вы тоже так думаю я буду солидарен вы будете да давайте вот упал да упал и наконец последнее видео ну вот сейчас он может так вот как бы да да что то есть такое дуну хотя я не знаю это моя версия я думаю ничего не вы думаете ничего не будет ну там холодно во первых во вторых может быть там скользко может там не удержаться вы думаете что что-то произойдет не очень хорошо в томате считает что все будет хорошо живу счет 87 давайте смотреть вот счет у нас выровнялся 88 поэтому нича аплодисменты им аплодисменты октамаке по одной пазлоджанке они кстати у нас как раз чтобы хотелось как раз друзья у нас счет 31 в пользу вот этой команды октамаке не расстраивайтесь где мы это ваша одна персональная а мы вам очень благодарны то что вы пришли сегодня я надеюсь вам все понравилось очень здорово вам победители уж сто процентов все понравилось да спасибо это были секретные материалы смотрите нас каждую субботу смотрите нас в интернете смотрите нас повторы слушайте музыку от октамаке а от алишераке от захидопы от захиды друзья спасибо пока пока спасибо